Конечно же, вклад в клуб профессии Варшавы огромен, так как я здесь физически, а в других странах я так набегами, наскоками, зумами и так далее, то здесь, конечно, у нас будет центральный клуб профессий, и здесь мы будем все наши тестировать и проверять, и воплощать все наши идеи, и, конечно же, мы вас всех активно к этому призываем, давайте вместе, давайте придумывать, давайте вместе делать это ярко, красиво, круто, и мы именно так и делаем. Также большое спасибо моим прекрасным помощникам Ирине и Яне, без них вы тоже ничего, конечно, не получили, это девочки, которые на связи 24 на 7. Просто фантастически, мне повезло, команды, это действительно плечо, на которое можно положить, ну, Ирочка, скажи, я не знаю, я пару слов по себе, потом Яночка тоже расскажет о себе. Меня зовут Ирина, рада всех вас здесь приветствовать, невероятные, все-таки милые, красивые, просто обалдеют вас, эмоции переполняют. Меня зовут Ирина, и я организатор клуба профессий в Варшаве. Я уже более 10 лет работаю в сфере HR-евентов, организовываю мероприятия, конференции, нетворкинги, партии, вечеринки, и все, организовываю все. Мне очень нравится моя работа тем, что я люблю знакомиться с людьми, которые вот в этом всем вертятся, которые кайсуют от этого всего. Люблю делать эффект вау, люблю вызывать людей просто невероятные эмоции вот этого восхищения, непринужденности и наслаждения именно этим моментом. Ну и если как бы вы хотите считать те же эмоции, то милости просим к нам, сегодня вы у нас, милости просим к нам на все нетворкинги, на все человека, ну и как бы на следующее наше мероприятие. Очень рада походить, наслаждаемся, передаю яшечки. Я очень люблю объединять людей и помогать людям. Если у меня кто-то что-то просит или пишет, там какие-то просьбы, я всегда пойду как бы навстречу. Я занимаюсь фотографией, занимаюсь своими фотопроектами, вот, съемка обык-люзив, сотрудничаю с мастерами юзив-стри, со стилистами также. Творческий человек, очень люблю разных творческих людей, вот, и милости прошу на наш ивент, очень много таких классных ивентов, и все как бы в процессе, вот, следующее, которое вы уже сказали. Я думаю, что у нас вы будете просто счастливы познакомиться с какими-то новыми людьми и получить новые полезные связи, контакты. Вот, давайте начинать, в общем, этот вечер круто проводить. Да, давайте начнем. Отлично, и открывает наш вечер сегодня грандиозная, невероятная основательница семи-клубов, профессии, семи-странок, наша Катюша. Пожалуйста, поприветствуем ее. Вот, давайте начинать, в общем, этот вечер круто проводить. Да, давайте начнем. Отлично, и открывает наш вечер сегодня грандиозная, невероятная основательница семи-клубов, профессии, семи-странок, наша Катюша. Пожалуйста, поприветствуем ее. Со школы я умела общаться с двоечниками, с отличниками, они между собой ругались, а я как-то вот так посередине стою, и одни идут ко мне, чтобы я их помирила с другими. И это у меня в детстве, то есть это миссия, да? Конечно же, в процессе роста я поняла, что, конечно, нужно не просто людей объединять, да, но можно еще и на этом очень классно зарабатывать. И сегодня я с вами поделюсь новой профессией, ее вообще нигде нет, сейчас и делаю, вы можете где-то в гугл, где-то в гугл, где-то в гугл. Эта профессия называется монетизатор связи. Такого не существует, вы будете сегодня первой. Это авторская профессия, да? Да, это действительно авторская профессия, потому что спустя очень много лет общаясь, я объясню даже, как она родилась, если интересно, да? Я вот такой человек, как, можно сказать, связист. Нет, вот звонят с разных уголков мира вообще отовсюду, не завтряга недавно, звонят и говорят, Кать, у нас в плантации кофе, одевать-то некуда его, надо поставщиков. И я начинаю думать, кому, 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 кому дать контакт. Ага, знаю, вот этому человеку тут нужен контакт. Я их связываю между собой, и так было всегда, как было всю мою жизнь. И я потом смотрю, как эти люди между собой начинают делать бизнес, потрясающий, классный бизнес. И я такая, у меня в карманах, а у них бизнес растет, да? И, возможно, так и было бы, как долго еще может быть. Но я поняла, что если это моя миссия, значит, нужно как-то подумать об этом серьезно. То есть нужно какой-то серьезный подход. После этого было огромное количество консультаций, что нужно такое обучение и все такое. Пока действительно это не стало профессией, пока я не поняла, как можно вот эти контакты, а тогда действительно мне это дело. Я вам сегодня об этом начну рассказывать, расскажу немножко. Если кому-то уже будет интересно прям конкретно это все понять, как говорится, да, то вы уже со мной в индивидуальном порядке вообще прошли. Я изучила, я не знаю, девочки, сколько это было часов, как любят говорить коучи. У меня тысяча часов практики, да, вот у меня тысяча часов учебы, которые привела. В общем, есть такой умный-умный ученый, английский. И зовут его по фамилии Дан Барс. Я буду простыми словами, да, объяснять. Хорошо? Я не люблю ничего тут этого дома. В общем, если взять каждую из вас, вот прям каждую, вот сейчас у нас будет прям интерактив, сто процентов. Без всяких, вот каждый из вас, у вас есть круги общения, у каждого. Вот самый первый круг, пять человек. Это самые ваши близкие. Ну, это там родители, это может быть там муж, я не знаю, ребенок, с кем вы общаетесь. Каждое время, да, сестры, там, братья, ну, возможно, кто-то еще больше, да. Вот это пять человек. Угу, понятно. Следующий круг, пятнадцать человек. Расширяем ваш круг, расширяем, да, идем дальше. Это уже приятие, пши-я-ши, да. О, я одна? То есть это пши-я-ши, да, то есть это люди, потенциально с которыми вы очень часто общаетесь. Это могут быть коллеги по работе, это могут быть родственники, это люди, с которыми вам очень часто общаетесь. Входите рядом. Да, понятно. Пятнадцать человек. Вот эти. И на эту цифру, ну, пятнадцать, я прошу сейчас обратить внимание. Вот с этими пятнадцатьми людьми вы делаете деньги. Вот деньги, аж таких, деньги здесь. Деньги. Понятно? Едем дальше. Деньги, деньги. Следующий круг, дальше расширяем, да, это пятьдесят человек, это люди, которые являются вашими коллегами, да, какие-то связи, которые, в принципе, ну, не каждый день, но раз в месяц, если не вычислять, это пока, ну, конечно, да, в цифрах. Раз в месяц, там, раз в два месяца, вот это пятьдесят человек. Это коллеги по работе, по интересам, по интересам, хорошие, знакомые и регулярно, такой приятный, с чем-то, привет, как дела? Но, по сути, не больше. Вот это цифра пятьдесят. Вы чувствуете, как холодает этот круг, да? Все холоднее, 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 все равно. Да? Следующий, сто пятьдесят человек. Что же мне, Анна, вот, очень подходит. Сто пятьдесят человек, это группы контактов, которые, простыми словами, которых вы помните в голове. Вот эти вот сто пятьдесят человек у вас у каждой сейчас есть в голове. Вот у каждой. А теперь, вы можете сейчас открыть свою телефонную книгу, прям сейчас, и посмотрите, сколько у вас там контактов. Делайте это сейчас. Да, я знаю, там, 600, думаю. Это ради любых книг. А ну-ка, я тоже открою. Как посмотреть, да, количество. Как посмотреть, калитрицы. Да, на боку самый низ нужен. А, 362. Да, смотри. О, 2776. Да, смола. Нет. Еще, еще, называйте. А какого-то? 660. Прям вниз, да? Это 50 же никуда. Ай, вниз, да? Да, да. Так, ну, как раз, уже до поница, 1450. 145 тысячи. У кого больше контактов? Давайте, давайте, давайте. 2200. 2200. Кого больше? У кого больше контактов? Каждый из вас, если сейчас у кого-то что-то спросят, то абсолютно каждый сможет найти ответ. Абсолютно каждый. Спроси вопрос. Вопрос? Любой, задай. Что и запрос. Что тебе надо сейчас? Что ты хочешь? Ну, хочешь, чтобы, не знаю, рыбы свежие, или, я не знаю, ветеринарию ищешь. Ну, любое. Что тебе тревожит сейчас? Или что ты, например, хочешь? Ну, хочешь, надо какие-то классные танцы. Танцы. Ну, я что-то. Следующие. Называй, например, с реакцией с теми. Называй, ну, говори. 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 Давай, ну, говори. Подождите, я дам... Психолог. А? Психолог. Что ты называешь? Психолога, я дам контакты. С меня не дам контакты. Супер. А мне нужен видеомонтажер со знанием польского языка. У кого есть видеомонтажер? У меня есть. С какой? У меня есть. Няня мне хорошая. Няня нужна. У кто может помочь? У меня есть няня. Кто может позвонить и у кого-то спросить? Возьми, пожалуйста. Я. Можем найти няню? У меня есть. Можем найти няню? Да, конечно. Есть. Дальше допрос. Кого губки подколоть? Я. Я хочу. Это мы умеем. Там под обезиночки. Сейчас, сейчас, дойдем, давай. Какой допрос? Допрос у вас? На море. На море. Это море? Кто у вас в Кургенской есть? Путешествия ко мне, пожалуйста. Путешествия сюда. Какой допрос у вас? У меня столько профессий, что я теряюсь. Не знаю, с чего. А, нет. Я в вопрос. Итальянский, архитектура и живопись, преподавание. Хотите найти? Нет. Нет. Я говорю, кого вы хотите найти? Найти. Учеников, может быть. Учеников. Нарисование. Нарисование. А будучи в итальянском языке. Итальянский и живопись. Вот есть ребенок, живопись. Живопись. Есть, отлично. У меня пахнет. У меня как раз вот танцы. То, что я хочу себе губы. И хочу себе германин. Вот. Ну, даже в цветах вроде, в принципе, окружили. А в чем мы нашли говорить, что ты тягиваешь? Супер. Запрос. Мне нужен единомышленник в моем направлении. Какого? Наставник. Броти, ресницы, протяжение бизнеса. У меня руки начинаются, ну, как бы так, идти хорошо. Протяжение бизнеса, все это просто ты. Да, но и беременность, это бесстрашно, если в чем. А что именно? А что вообще нас? Что именно страшно? Нет, бесстрашно. Продвижение бизнеса, чтобы учить красоты. Начинают учиться бровяк. А у нас есть, у нас есть. Нет, я бы хотела свое обучение предполагать. А, обучение. Если у меня бабки нет, то что это есть, кабинет есть. О, это ко мне так. Слышно. Они как-то очень слабые. Да, это к Марго. Марго у нас наставник экспертов. Привет. На своркинг деле. Запрос. Я ищу ментора человека, который просто давал мне пиньки под зад. Потому что часто бывает такое, что я стопорюсь на месте, стою, и мне нужен человек, который больше не подходил, такой, давай не сможешь сильное сделать. Ситра, а какая Ниша? А Ниша какая? Это же рядом север. Фотография. Фотография, да. Мне на самом деле, у меня маленький ребенок, мне хочется найти какое-то место, куда поехать тоже с мамой, с ребенком, допустить на выходные. Потому что по работе много есть контактов. Вы знаете, мы только совмещаем всегда и деток, и работу, чтобы было это... Я ищу видеомейкера и хореографа. Хореографа, видеомейкера. Вот хореограф, привет! Видеомейкер, я тут. Я сейчас ищу вообще ассистента себе. Я сама профессиональный стилист, вот лучше, кстати, сегодня тоже делиться с вами и знакомиться. И вот я ищу помощника, именно что касается, иногда это стилизация съемки, то есть нужно там помочь просто с организацией немножко, иногда это работаем по соцсетям. Вот, наверное, я вот хотела бы попробовать на север, а мне вот так очень нравится. Я тут у меня с ним занималась часто очень, и здесь, так как вы себе тоже делаете. Спасибо. Супер. Попозже у нас у каждого будет время выступить с двумя минутками, да? А сейчас мы просто так вот, знаете, интерактив пошло? Каню, вышедший запрос? Думаю. Наверное, мне нужен продюсер и английский язык. Английский язык. Ой, я знаю, хороший человек с английского. В смысле, там прям. Там я работаю. Хорошо. Какой еще запрос? Думаем, думаем. Паш? Я ищу клиентов, у меня косметологическая клиника. Мы колем, в принципе, боттер, губы, делаем лазерную депиляцию, процедура на похудение, то есть есть эффекты, потом могу раздать визиточки. Я ищу клиентов. Отлично. У нас еще две участки. Блохи охоты. Недалеко от центра десны. У вас запрос? Хорошо. У меня, скорее всего, тоже запросов по связям нет. Пока достаточно. У меня школа танцев тоже. Кто хочет раскрепощаться, раскрываться, это ко мне. Также я провожу мастер-майнды по бизнесу, даже запуск онлайн школы, то есть мы это все в группе решаем. Супер. 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 И Амин давай. Скажу, какие-то. Я ищу, наверное, большие лирики для консультации по бизнесу и разными носителями волосами и наращивая волосы, если говорить подробно и еще у своих клиентов и даже больше по другим словам. Супер. Конечно, по открытию бизнеса тоже. По открытию бизнеса, Калёня. Это был просто спонтанный, понимаете, интерактив, потому что пошла вот эта волна, да, указывает вас будет время, сегодня рассказать о себе. По стать монетизатором связи, что нужно делать? Коротко, да, первое, посещать нетворкинг, потому что это трактинг людей, если говорить, это маркетинговыми термиями. Посещать нетворкинги и получать доступ к людям. Вот это то, для чего мы сегодня пришли. Да, и, конечно, уметь правильно себя презентовать. Это важно. Очень важно. Здесь две минуты. Можно за эти две минуты надо такое произвести впечатление, да, чтобы действительно кого-то зацепить. Дальше. Шаг два. Это инвестиция в контакт. У вас у каждой есть счет в банке. Вы на этот счет себе, допустим, откладываете, да, денежку какую-то копите. Вот контакты, люди, это такие же абсолютно, такой же банковский счет. Такой же абсолютно банковский счет. Он у вас только в телефонных книжках. Есть очень классный термин, называется «Rolotex». Кто знает это слово «Rolotex»? Похоже на «Rolotex», да? «Rolotex». Я предполагала, что вы его не знаете. Это штука, хорошо, скажем так, в подсказку, ради которой Рокфеллер стал миллиардером. Есть предположение? Благодаря маленькому «Rolotex», Рокфеллер стал миллиардером. Что такое «Rolotex», как было? Что-то со связами. Что-то со связами. Это твоё комьюнити «Rolotex». Есть. Хорошо, не буду вас долго там где-то... Телефонная книжка. Это телефонная книжка. Только раньше, когда во времена Рокфеллера это был, на столе стоит маленький такой, как календарик. И туда он вписывал контакты. При интересе вашем я вам могу рассказать, как вашу телефонную книжку взять и нефтизировать до 2 дня. Да? Да. Вот этот «Rolotex», он берёт этот «Rolotex», и все контакты, которые в нём есть, он их аккуратненько по стопочкам складывает. Это очень важно. Это самое важное. Вот те контакты, которые у вас в телефонной книге, 2 тысячи, кто сказал, 2 600, они просто лежат. Они должны работать. И этим занимаются инициаторы. Инициатором связи можно быть как для себя. Например, у меня есть бизнес, и мне хочется новых клиентов. Да? И я с помощью инициатора связи их ищу и нахожу. Так можно быть инициатором для компании. Для целой компании. Его нанимают, инициатора. Он что делает? Он ищет классные контакты нужных людей и договаривается с ними. И все вопросы вот так решаются. Без рекламы в таргете. Без фейсбука. Решаются вот так. Вот этим занимается инициатор. То есть на третьем шаге он монетизирует контакты. Он входит в круг нужных людей. И, собственно, становится тем, на кого можно рассчитывать. Кому можно доверять. С таким человеком хотят сотрудничать. С таким человеком хотят дружить. И вот такого человека хотят покупать. Вот это называется монетизатор связи. Хоть что-нибудь понят? Да. Понят. Супер. Тогда я свою миссию на сегодня выхлопала. Вот смотрите, клиент купил. Да? Клиент купил. Что мы дальше делаем с этим клиентом? Мы клопаем в ладоши и ждем, когда он купит что-то еще. Нет, мы приглашаем. Мы приглашаем. Мы даем ему акцию, ему раскладываем скидку. Да? А никто не догадается, что еще можно с этим клиентом делать? Узнать, чем он занимается, взять его контакты. Взять у него рекомендации. Посоветовать, возможно, чем он занимается. Либо своей подруге, либо кому-то, кому бы он мог пригодиться. Смотрите, каждый ваш клиент это такой же бизнесмен. Как правило, да? То есть человек платежеспособный, а значит он тоже чем-то занимается. Ты абсолютно правильно сказала. Первое, это спросить у него, чем он занимается. Не просто он купил и пока, да? Или слава богу купил, все. Давай, еще покупайте потом. Первое, это спросить, действительно искренне поинтересоваться, чем он занимается. Вы знаете, что происходит после этого? Потом вы с этим клиентом, со своим клиентом, которые уже у вас купили, вы можете стать партнерами. С ним же, со своим клиентом. Вот Алена подтвердит, что да, она продает франшизы, и потом после этого те, кто в нее купил франшизу, они становятся ее партнерами. Они фактически и помогают ей развиваться. Ну, это заложено и так, как бы модель франшизы, это и заложено, да, что это долгосрочная перспектива. Но есть и другие примеры, да, где клиенты, они становятся партнерами. Да, подтвердит, что да, она продает франшизы, и потом после этого те, кто в нее купил франшизу, они становятся ее партнерами. Они фактически и помогают ей развиваться. Ну, это заложено и так, как бы модель франшизы, это и заложено, да, что это долгосрочная перспектива. Но есть и другие примеры, да, где клиенты, они становятся партнерами, да. И это место. И да, номер 6. Номер 6 Я так и знала, я очень хотела, я это просто себе изобретала. А кто там с девяточкой? А теперь соседейшим на шесте. 30% на следующее мероприятие. 18%. 13% на следующее мероприятие. 15% на следующее мероприятие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова